привет у меня для вас сегодня вкусный рецепт в кабачках а также я буду готовить штрудели ленивые это очень быстро и очень вкусно быстрые штрудели я готовлю из тонких лавашей или из готового слоеного теста размораживаю его и конечно его нужно раскатать очень тоненько примерно вот до такого состояния теперь нам понадобится начинка она может быть любая у меня сегодня шоколадные капли термостойкие и вот такое кабачковое варенье с лимонами мелкими кусочками нарезано но так его класть нельзя потому что она будет вытекать поэтому в него нужно добавить крахмал примерно 2 чайные ложки где-то вот на такое количество варенья можно конечно использовать яблочное персиковое сливовое любое какое вам нравится но загустить крахмалом нужно обязательно распределяю тонким слоем и остается завернуть со всех сторон желательно подтягивая тесто чтобы оно становилось еще тоньше и скручиваем в рулет вот так должно получиться в результате немножечко его сдвигаю чтобы получилась гармошечка и пока накрою делаю второй с каплями шоколадными хорошо их прижимаю и скручиваю в рулет теперь это тесто вернее мои рулетики штрудели должны постоять примерно часа полтора тесто должно отдохнуть я ставлю в аэрофритюрницу у меня есть режим для тесто специальный на полтора часа на расстойку это обязательно нужно сделать чтобы получился хороший результат после расстойки буду выпекать в режиме выпечка а теперь давайте приготовим кабачки этот рецепт мне очень очень нравится поэтому делюсь с вами буду использовать куриную грудку лук болгарский перец сладкий все нужно вначале обжарить масло можно взять любое то может быть растительная сливочная или смесь лук поджарился отправлю сюда нарезанный болгарский сладкий перец и тоже немножко припущу также понадобится помидор или томатное пюре большая столовая ложка с горкой а то и две тоже немножечко припускаю куриную грудку нарезаем мелкими кусочками хотя можно использовать любое мясо это может быть не взять нагрудка это могут быть любые части курицы или индейки присаливаю по вкусу пол чайной ложки на 300 грамм мяса и перец добавляйте по вкусу как нравится обжариваю не более пяти минут курица должна приготовиться наполовину затем добавляю немного зелени это может быть любая зелень я использую петрушку и все начинка готова ее даже можно готовить заранее у кабачков отрезаю две стеночки для того чтобы они неустойчиво стояли и разрезаю пополам я использую не крупные кабачки здесь у меня пол килограмма кабачков для этого количества мне понадобилось 300 грамм куриного филе вынимаю внутренности из кабачков это удобно делать ложечкой вычищаю и получаются лодочки это очень просто сделать теперь эти лодочки присаливаю слегка ставлю на противень и буду их прогревать при температуре 180 градусов 10 минут я хочу получить кабачки с меньшей влажностью если вы любите мягкую основу тогда в поддон нужно налить воду кабачки также немного приготовятся но потом они будут мягкими а так получится слегка аль денте укладываю на противень в котором буду готовить смазываю майонезом буквально чайная ложка или пол чайной ложки зависит от вашего желания и от размера кабачка и выкладываю начинку заполняю кабачки этой вкуснейшей уже почти готовой начинкой сверху я буду покрывать сыром моцарелла это самый лучший сыр для этого рецепта хотя можно конечно же использовать сулугуни или любой сыр по вашему желанию все кабачки подготовлены я их буду готовить вот на таком решетчатом поддоне чтобы они готовились со всех сторон готовлю при температуре 200 градусов 15 минут вот такая красота в результате получается можно сверху еще посыпать немножко сыра чтобы он был такой подплавленный тянущийся но это уже кому как нравится получается очень сочно ароматно мы конечно же вкусно я рекомендую вам попробовать приготовить особенно сейчас сезон кабачков а вот они и штрудели подошли 30 минут они готовились на режиме выпечка это примерно 160 градусов если будете готовить в каком-то другом приборе а так готовит моя аэрофритюрница друзья если вам понравились мои рецепты не забудьте оценить видео поделитесь им с друзьями поставьте лайк и напишите свои впечатления а я на этом с вами сегодня буду прощаться огромное спасибо что вы были вместе со мной до новой встречи